Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать. Всех мухаджиров сегодня мы не сможем охватить, конечно. Хотелось бы несколько таких известных, об известных людях, чтобы вы сегодня рассказали. И тем более есть, как вы сказали, новые факты из их биографии. Да, надо эту тему поднимать. Почему? Потому что некоторые по глупости, некоторые с какими-то умыслами сводят, что это якобы только аварцы были в Дагестане и чеченцы. Так, первое, что... Значит, я должен сказать, что к этой теме мы давно, в том числе, интерес проявляли. Вот о лаксах собрали. Вот известно, что в этом Диванхане, то есть Политбюро, почти 50% лаксов были там. Вот. Хотя, конечно, солдат не было столько у них. Чеченцы много было. Ну, как бы ни было, за ум, за их тактичность, Шамиль их привлекал. Причем, в основном, из ханского рода, из Казыкумуха. Не просто лаксы, а вот из этого. Казыкумухцы были. Вот. О лизгинах тоже были. Я помогал там другим, сведения собрали. Вот. Они в Чарадинском районе жили, эти лизгинские мухаджиры. В основном, ахтинцы были. Из Кюри был Яхья, такой смелый, очень был. Вот. Там эти... Из кубинских... Алискер был. Алискер Хажи был. Калека был, безногий такой. Ну, много, в общем. Вот. Как-то у нас оставалось вне общественных знаний участие даргинцев. Вот. Поэтому к этой теме, я думаю, значит, надо обратиться. Непростая тема. Начнем с того, что еще в эпоху Кавказской войны, понимая значимость даргинцев, как крупного народа, значит, было поручено Бакиханову. Бакиханов был, ну, работник спецслужб. Сам он этот был. Иранец не был табасранцем, как это, не хотят болтать. Он был иранец, и оттуда его происхождение, и все. Вот. Ну, он написал, что якобы во времена премьерной Екатерины, вот этого аварского хана Мохаммада, значит, якобы, даргинский там палец был, когда убивали. И потом эту вещь написал, переписал ему, доверившись Алкадарский. Потом наши первые эти историки, ну, доверяя им, тоже повторяли. Ну, конечно, многие аварцы, чего-то скрывать, злились там, это понятно, да, вот их критиковали. Но оказалось, оказалось, что когда подняли наши хунзахские, ханские архивы, там ничего такого нету. То есть откуда, если бы такой случай был, там было бы написано. Я об этом даже газетную статью писал, большую, что с полным опровержением. Так, вот в то же время в этой же рамке вписывается, вот такую чепуху придумали. А вот был, например, вместе с Умаханом, у него тесное благородство, Акушинским кадем. В наших написано в текстах, что вместе с Акушинским кадем Умахан, вернее, он с Умаханом участвовал в походах в Закавказье. Акушинский кадем. Вот это как-то, хотя в наших летописях есть, как-то в такой популярной литературе игнорируется. Мало кто знает. Это тоже им обидно в какой-то мере. Ну, берем эпоху Шамиля. Тут тоже много было очень таких видных даргинцев на разных должностях. И, значит, и храбрецы были, так как просто личности, и наибы были, и мудир был. Мудир был. Это уже, причем, интересно, что он мудир был над аварскими селениями. Ну, вот кого мы знаем, значит. Вот, например, Аслан Кадзи был наиб. Судахарец был. Судахарец был. Он, видимо, долгое время из-под тишка Шамилю помогал. А потом, когда отношения уже там, ситуация возникла, он перешел на сторону Шамиля. Вот. Иса был этого, ну, ученый был, большой ученый, хороший человек. Вот Акушинского каде сын был. Иса. Мы о нем дальше поговорим. Вот Иса Губденский тоже был такой, про него тоже сведения есть. Вот Мирза из Акуша был, тоже, значит, участвовал в этих походах. Мохаммад из Акуша, Кадем был, того войска отправлен в Южный Дагестан. И вот это был Таймас такой, Таймас хан, значит, серебряный нос называли его. Да. Видимо, у нас в Дагестане вот такая технология была, значит, у кого нос отрубали, делали из серебра нос. Протез такой, да? Да. Технология была, это медицинская, видимо. Как-то это тоже показывает наш уровень развития. Вот там в армии Хаджимрада тоже был этот серебряный нос, да? Вот это тоже был серебряный нос. Ну, я думаю, что это просто разные люди, ну, выделялись этим. Вот. Ну, вот потом в поэзии и в преданиях Акушинцы, эти, губденцы, Тагир был, Тагир. И в песнях нашли. В общем, вот такие личности были. Ну, самое известное из них был Абакар Хаджим. Ну, да. Мы к Абакару сейчас перейдем. Значит, прежде всего надо отметить, что его отец был Кадием. Это наследственным Кадием Акушинского, значит, общества. Акушинцы поняли, что ихний ландшафт им не позволяет, значит, там противостоять этой имперской армии. При Ермолове они это поняли, решили, значит, как-то действовать похитрее. Тактику сменили. Тактику сменили. Вот этот Мохаммад был, Мохаммад Кади, он, значит, в 43-м году так он этого, убеждал, этого командования царское, что они говорят, вот, говорят, вот, это хороший человек, он правильно мыслит, он все там, значит. А в 44-м году он резко выступает, значит, не просто переходит на сторону Шамля, но от имени Доргинцев пишет письмо русское командование. Лучше всего не то, что в отдельное нам государство. Это, говорит, мы не требуем, но выведите войска отсюда. Вот такое письмо он написал и перешел туда, на сторону Шамиля, значит, стал этим наибом. Вот, значит, участвовал этот тоже Мохаммад Кади в походах, вот, например, особенно в Карабдахкенском районе. Там, значит, у него, этот, с такими солидными, ну, вместе с аварцами он действовал. Там они в одном сражении им противостоять пять батальонов. Это большие, это даже по уровню Европы, да, пять батальонов, шесть русских орудий, 400 казаков. Вот они им противостояли. В этом же году он участвовал в походе на Кайтак. Вот как раз в этом походе, Кайтак и Табасаром, впервые упоминается Абакар. Вот дело в том, что здесь вот я должен пару слов сказать, чтобы люди не думали, что я, значит, на себя все тяну, да, на себя все тяну. Я тут над этой темой, вот, участие Даргинцев. Вот очень мы должны сказать благодарность Алиеву Богомеду Гадаевичу, известный такой историк. Вместе со своим товарищем Магомед Саламом Курбановичем Умахановым, Судахарцем, они много сведений забрали. Вот их материалы потом Расул Магомедович, значит, использовал, там кое-что свое добавил. Павел Дадаев. Ну, я, когда вот эти материалы готовил, я некоторые факты нашел, которые им не знали, которые им были неизвестны и некоторые уточнения. Вот, например, такая официальная версия. У Даргинцев ходит, бродит на их месте, что якобы у этих братьев была там красивая сестра, в общем, ее там, этот, не оставлял. Ну, жениться хотел, конечно, это смешно, конечно, но он приставал к ней этот Оленич. Оленич, это один из офицеров? Он был пристав Акушинского, ну, это как бы, можно сказать, глава района, да, глава этих, вот всего этого, даже, можно сказать, Акушинский район, Левашинский район, вот этих двух еще. А Акуша была тогда как бы центром, да? Акуша, да, Даргинский центр был. Ну, они русские вроде в Кучишах сделали для себя, в Кучишах, Аварском селении, а Леваши было, значит, так. Вот, то есть это, отсюда Акуша было. Ну, по моим данным, вот теперь я вижу, что они, он, Абакар, еще молодым таким парнем, с отцом ушел в 44-м году к Шамилю и уже принимал участие. И вот, видимо, поэтому, значит, так как они там действовали, вот этот Оленич, значит, как говорится, начал к этой девочке, их сестре приставать, и они пришли его, значит, убили этого человека. Это, конечно, скандальное дело было, они поэтому попали, как говорится, в поле зрения. Ну, они двое были, значит, еще Иса был у него, брат, был тоже ученый, они оба. Сынага Мухаммад Кадид. Да, оба ученые были очень такие достойные, хорошие. Вот, например, я тут такие, ну, нашел там этих наших дагестанцев, их очень высоко оценивали, этих ребят. Отмечали, что ученые, смелые, авторитетные. Ну, правда, один там наш такой, я не знаю, он может быть от хитрости, чтобы, потому что по заданию русских писал, он понимает, что если он будет писать там так активно, они могут потом в нем это, что, ну, его этот, нутро почувствовать. Ну, преследование будет подвигаться. Да, да, что они скажут, а, он тоже скрытый, значит. Он написал, что якобы этот Абакар, мол, хотя смелый был, но неудачливый в боях. Ну, это дальше, я скажу, невозможное дело, да. Значит, как бы там ни было, вот этот Абакар, который наш Дадаев называет одним из самых верных и талантливых сподвижников Шамиля, значит, он начинает воевать в отрядах в армии Шамиля. Ну, вначале, видимо, я думаю, конечно, каким-то, может, десятником, сотником, конечно, да, тут надо еще дальше разрабатывать. Ну, Шамиль, прежде всего, он через вот этих акушинцев старался осуществлять свое влияние в Южном Дагестане. В скором времени его поставили наибом в Гиргебеле. В Гиргебеле. Это уже какой год получается? Это получается где-то в Гиргебеле, наверное, он становится, тут года так трудно понять. Ну, я думаю, что в те годы, когда Идрис был, по-моему, чуть раньше должен даже быть, тут разбираться. Мне кажется, что Абакар был мудиром уже, а Идрис, ну, тут надо разбираться еще. Мы, многие, у нас есть собрание шамильевских указов, они еще в ход не введены. Надо работать, поэтому общую черту описываем. Вот такой он уважаемый человек был, человек он был. Тимур Маганч, вот фотография Гиргебеля, перед ним вот этот холм, на котором, как вы, говорят, что стояла одна из известных крепостей Улихала. Вот это Улихала, это не холм, это из белого такого, как его, камня, непробиваемое место. Сколько они обстреляли, войной не могли брать эти русские войска. А вот постройка самой вот там крепости, как бы, вот, организация, вот, начало положил Абакар-Хады, как говорится, да? Ну, я сам интересовался, этот, как, что там, даже, там, конечно, таких разысканий не провели. Я думаю, что там было, наверное, какое-то, да, какая-то постройка была, да. А вот уже при Шамеле, значит, было указание эту делу провести. Но он был долгое время комендантом этой крепости, комендантом крепости. Вот мы его теперь встречаем, да, теперь мы его видим уже, значит, вот он упоминается в 50-м году, например, когда Шамель от очередного войска отправляет в Кайтак и Табасаран. Вот он говорит, я посылаю к вам нашего брата, доблестного Абакара Хаджи, сына, говорит, Махмада Хаджи, это Акушинского. Видимо, Махмад Хаджи уже умер, видимо, старик был. Как-то вот я искал, пока не нашел, когда он умер. Да, видимо, ну, старик был, да, где-то умер там, да. Вот это открылась Абакару тогда, значит, путь карьеры и так далее. Вот, и, значит, вот он, говорит, будет, этот человек непримиримый к врагам религии и предусмотрительный. Вы должны, говорит, ему повиноваться, как мне самому, как мне самому. Вот, ну, в это время он был лимудиром. Тут я вот, я же говорю, тут... Однозначно еще не возможно. Однозначно нет, тут спорные вопросы, да. Вот даже это Идрисом, ну, честно сказать, долго, нигде нету сведений, что этот Идрис был. Ну, ну, нашли в одной книге, в арабской книге, был Идрис такой. Значит, да, поэтому надо искать, разыскивать. Я даже вот его потомкам сказал, говорю, все-таки есть. А так нигде нету его. Вот, потом, в 51-м году, значит, вот уже есть, это, Лорис Меликов, это будущий, значит, армянин был, будущий он министр иностранных, это, внутренних дел, российской империи, с царем в хороших отношениях был, такой человек. Вот, любимчик царя, либерал. Ну, раз он министром стал, значит, понятно, он и таких, на более где-то полковником был, тоже хитёрый мужик был, вот, он вёл беседу с Хаджимурадом Тифлиси, как, что, и Хаджимурад, кто, говорит, влиятельный. Вот, Хаджимурад, из 12, говорит, особо храбрых и влиятельных наибов, Абакара Хаджи, значит, упоминает. Вот, через два года, значит, состоялся этот известный очередной поход в Закаталы, вот, наш Амилёвский, вот тогда погиб его брат Иса, Иса, вот, в летописях наших есть, Иса погиб, но Исы тело вывезли оттуда, а, вроде он похоронен в Гацатле, говорят. Вот эти хотят, они узнали, уточнили, а кушницы хотят как-то это дело нормализовать, там, благоустроить и так далее. Они благодарны Гацатлинцам, то, что, как бы ни было, они такому забвению, осквернению не позволили вот такой оборот видать, но они хотят более, значит, этому делу предать. Вот, ну, дальше основное, я на чём хотел бы остановиться, вот это конец эпохи имамата, это, ну, не секрет, что, по-моему, кто-то написал ещё, по-моему, Булач, или от Булача это идёт, что я, как бы, он научно-популярные книги, по-моему, какой-то написал, я вот вспоминаю, что, это Абакар Хажи, значит, хотя он вот до этого, сам Бариатинский пишет, он, говорит, командовал всей вот линией, начиная, значит, вот от этого, примерно от, в общем, от границы Гиргебельского и этого Онсокольского района, и вот так, вот так, значит, выводил он до этих, частично Гунипского района, он был до Чемудирем, он, значит, командовал, имел в своём распоряжении, значит, весь Гиргебельский район, частично Хунзахский район, вот этот Гацатлинский участок, частично там другие Аварские районы, вот поэтому, как раз мы когда говорим, что тут один написал, что он, говорит, в боях неудачный был, ну, подумай сами, да, дорогой, это же не, как говорится, не там, в советские годы, когда ты единственный продавец, там, пиво продаёшь, и, значит, хочешь бери, хочешь не бери, покупали, да, люди, в войне, да, он на Вайнера был, если бы он такой был, его Шамиль бы завтра же снял бы, и сказал, давай, бери, это, другое место, не твое место, он его в таких Аварских рынках, где своих было, сколько угодно у военачальника, он его поставил над несколькими этими Аварскими сёлами, городами, поставил его Наибом, этим Мудиром, вот, ему подчинил Наиба, вот тут, значит, этот человек такой, непростой человек он был, и вот это Борятинский пишет, что по этой линии, говорит, нам никак не удавалось что-то там сделать, вот эту линию, которую он охранял, значит, а они сами вторгались, в том числе известные в Ахли, когда они вторглись, там этот Таймас хан был, там было какое-то русское укрепление с пушкой наверху, вот они захватили Таймас хан, залез этих солдат, там убил эту пушку, спустил вниз, значит, они увезли эту пушку, ну, потом, чтобы, когда уже эту историю писали для русских, да, ну, чтобы не злились, они написали, эта пушка взорвалась, ну, это, конечно, там, как написано. Да, не в стенах, короче, как списанный материал, он шёл, да? Да, это чтобы их успокоить, чтобы они этого, против автора не злились, он так написал их успокоить. В общем, вот такую вещь эти акушинцы, прямо вот Абакар отправил такой отряд, а Абакар сам не участвовал, по-моему, он отправил отряд во главе Гацинский, Нажмудина дядя был, Хамзат Гацинский, и там были вот эти акушинцы, в том числе Таймас хан. Вот они, значит, это дело, эту операцию провели. И вот тут мы вот чего упираемся. Этот самый написал, что якобы вот он сдал эту крепость там, которую неприступную, которую кто только они не, их фельдмаршалы русские, генералы, ничего не получалось у них. Вот со всеми пушками, со всеми этими сурсатами, этими припасами всё сдал. Ну, такое, конечно, ощущение, сами понимаете, да? Так им неприятно было, и, как говорится, ну, сами понимаете, да, вот сдал эту крепость, да, вот. А теперь вот благодаря тому, что у нас есть вот Хапизов-Шахбан, вот, который постоянно в архивах роется, он нашёл в архивах данные. Оказывается, что... Вот это письмо. Вот это самое. Значит, это записка тоже Наибом Прейшамеле был, за каталицем был, этот Батрак его назвали, Батрак Мохаммад. Да, он после этой войны, он там русским давал показания. И, оказывается, что в связи с тем, что вот уже 50-й, конец после Крымской войны, усилилось давление с той стороны. Вот русские, как и арабы, они поняли, с этой стороны Дагестан более неприступен. Вроде сейчас по дороге легче отсюда ехать, да, а оказывается, когда конница, пехота, когда таких дорог не было, оттуда легче было наступать. И вот такой Вревский был, наш, такой красивый, молодой такой генерал, он там и, конечно, русский, и грузин собрал там очень с большим этим, он наступал оттуда. Это вы имеете в виду со стороны Закавказа, да? Со стороны Грузии, да, даже вот, со стороны Грузии. Вот. И тогда, видимо, с этими целями Шамель его отправил в Цумадинский район, якобы Тиндин, Ваголовев, центром, вместо пребывания Тинди. Ну, Тиндинцы, что-то вроде не получается у них, да, там по-другому у них. Его, в общем, туда отправили, вот в Цумадинский район, вот во время этих наступлений вот этого генерала Вревского. И там около селения Бешта, вот где сейчас эта военная часть вроде стоит, там на горке он стоял с небольшим отрядом. Там, видимо, агент какой-то, ну, всегда были, выдал, что ли, что они там, их 5-6 человек было, и снайперским выстрелом его уложили. И тело его, значит, в 58-м год за год до этих, до сдачи, до сдачи этих Алихалэй, он, значит, был убит. Тело не найдено, значит. Что там было, не знаю, ну, такое подозрение. Место захоронено, в общем, сейчас не здесь. Не знаю, да. Ну, почему, я думаю, может, время пройдет, копать будем. Вот такие, как Шабан, люди будут, если. У нас же вы эти, дорогие друзья, ну, у нас же в историографии так получилось, что там одно и то же, крутим эту, одно и то же, да. Кто работает, то он как дурачка считает, да. А вот одно и то же, я тебя хвалю, ты меня хвалишь. Ну, это, эти данные, которые вы сегодня рассказали, это, можно сказать, сенсационные данные. Так как до сих пор считалось то, что при сдаче Алихала Абакар Хаджи оставался еще мудиром. И как бы он был, что якобы он, понимаешь, его этот. А оказывается, нет. Ну, это не я нашел, это Шабан Хапизом нашел. Но я информирую вас, что, значит, вот такие данные есть, что он, значит, умер героем. Да, умер героем. Вот об этом человеке вот такие данные у нас есть. Ну, я в чем вижу, вот Акуша, это очень древний такой центр Дагестана, упоминается в наших летописях, вот, с 15 века достовернее, может, и раньше был, ну, вот, упоминается. Ну, с казакомухцами они как-то были, это, связаны. Тесных отношениях, да? Да, тесных отношениях. И у них статус был, они считались солдатами Шамхала. Вот у Шамхала, одни на него лопатой работали, как говорится, да, не секрет. А солдаты у него, он называл уздений, значит, уздений. Раньше уздений мало было, это потом, это звание уже при царизме обесценили. А уздений, они были уздений Шамхала и вот эти, унцукульцы, вот они, вот, и черкей. Вот они были его армией. Вот он их постоянно, значит, чтобы они, ну, как ему, хотя и зарплатил им деньги. Ну, на всякий случай, все время Шамхала приглашал гостей. Ну, не все, конечно, а войско, да, там, офицеров, там, таких, значит, там, пили, кушали, там, подарки давали, вот такие вещи делали. Вот, это Акуша, значит, вот такой крупный наш центр, они, значит, всегда во всех таких наших, много ученых было там, во всех наших дагестанских акциях они принимали участие. Вот, например, во время Надар-Шаха, вот мы говорим, где сражения были, да, вот во время Надар-Шаха же в 41-м году очень сильное сражение было за Акушой в селении Нахки, это тоже в Акушинском районе. Там было известное сражение, очень много они потеряли, этих солдат. То есть тут мы не должны сказать, мы же, если бы дагестанцы, как некоторые, а, ваше село не воевало, а наше воевало, это же невозможно. Одно, может быть, шпионскую работу вели, другие продукты его делали, да, просто без такой внутренней, мощной, единой организации всех дагестанцев, мы бы против таких империй, как Иранская империя, Российская империя, мы не могли бы противостоять. Нас бы, значит, одним шелчком бы они раздавили, значит, мы вот так и умом используем наш ландшафт. Ну, ландшафт там что, у них самих, этот, у турков, у афганцев, там, курдов, у них горы выше, чем у нас, да, выше, чем у нас, да. Их этими горами не испугаешь, да. Вот, вот в этом деле, значит, Акушинцы в наших общих родах во всех событиях, в том числе в городе Капказской войны, наряду с другими дагестанцами, значит, дали таких видных личностей, вот, это Мудир, я считаю, что он же не в Даргинских районах Мудиром, это его потом, по его потомкам, да, потомкам, да, потомок нарисованных, он же, этот, тоже важный, не в Даргинских этих, он был в селах, в этих, Мудиром, а в таких, где очень мощная воинская традиция в аварских селах, значит, он человек и смелый, и с головой был, который мог руководить. Раз Барятинский, будущий, еще тогда он, по-моему, не был, наместником Кавказа, он был, по-моему, начальником штаба в того года, еще более, значит, такой знает эти штуки. Он говорит, эта линия очень мощная, мы ничего не могли делать. Вот, наверное, все, что я могу вам рассказать, если есть вопросы, пожалуйста, я попытаюсь. Довольно исчерпывающий рассказ, Дима Роганович, к сожалению, наше время подошло к концу, вам спасибо. Очень приятно. На этом украшаемся с вами. Ассаламу айкам. Субтитры создавал DimaTorzok